Всем знакома фраза с детства «Не трогай это на Новый год» или «Это для гостей». Дело, конечно, не в этих безделушках и угощениях, а в жизненном принципе. В стремлении откладывать все в своей жизни на потом. Начну с понедельника, со следующего месяца, вот подрастут дети, наступит лето, со следующего года, вот заработаю денег, и тогда мы оставляем на потом не только нарядные скатерти, но и возможность реализоваться, быть собой, любимое дело, общение, о котором мечтали, откладываем свою молодость, силы и возможности, а в итоге и саму жизнь. Наверняка многие уже успели прочесть эту историю, она очень популярна в сети интернет. У мамы в серванте жил хрусталь, салатница, фруктовница, селедочница, все громоздкое, непрактичное и еще фарфор. Красивый, с переливчатым рисунком цветов и бабочек, набор из 12 тарелок, чайных пар и блюд под горячее. Мама покупала его еще в советские времена и ходила куда-то ночью с номером 28 на руке, она называла это «урвала». Когда у нас бывали гости, я стелила на стол кипенно-белую скатерть. Скатерть просила нарядного фарфора. Мам, можно? Не надо, это для гостей. Так у нас же гости. Да какие это гости? Соседи да баб Полины. Я поняла, чтобы фарфор вышел из серванта, надо, чтобы английская королева бросила Лондон и заглянула в спальный район Капотни в гости к маме. Раньше так было принято купить и ждать, когда начнется настоящая жизнь. А та, которая уже сегодня не считается. Что это за жизнь такая? Сплошное преодоление. Мало денег, мало радости, много проблем. Настоящая жизнь начнется потом, прямо раз и начнется. И в этот день мы будем есть суп из хрустальной супницы и пить чай из фарфоровых чашек. Но не сегодня. Это отрывок из рассказа Ольги Савельевой. У него очень печальный финал. Героиня рассказа не стало, а вещи так и остались лежать в шкафах и сервантах. А может, отказываясь от полноценной и насыщенной жизни здесь и сейчас, мы просто прячемся за своими страхами, неуверенностью, ленью? Недаром в народе говорят, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Не боги горшки обжигают, лиха беда начала, глаза боятся, а руки делают. Согласно ведической традиции предков, физическое тело – самое маленькое из наших тел. Более тонкие тела занимают гораздо больший объем. В русском языке существуют такие выражения – почувствовать душой, соприкоснуться душою. И это не просто красивые фразы, это отражение реальности, но только тонкой реальности. Вы никогда не задавали себе вопроса, каким образом близкие люди чувствуют, что происходит друг с другом, даже если находятся на огромном расстоянии. А это душа все чувствует и знает. И, конечно, душа знает, что вам нужно на самом деле, каковы ваши истинные желания. И первое, что необходимо, это попытаться ответить себе на самые важные вопросы. Кто я? Чего я хочу? Что люблю? Для чего я пришел в этот мир? Чего хочет моя душа? Если вы знаете ответ на этот вопрос, поделитесь в комментариях. На Руси даже было такое выражение, что твои душеньки угодно, чего душа просит. Казалось бы, чего проще – прислушаться к себе. Но на самом деле для того, чтобы услышать, нужны внутренняя тишина и покой. На нас же ежедневно выливается гигантское количество информации, где нам подробно рассказывают, чего нам хотеть, чего любить и о чем мечтать. Очень часто мы выбираем не то, потому что дело, которому лежит душа, считается или непрестижным, или неденежным. Хотели быть воспитателем в детском саду, но пошли на юридический факультет – так престижнее. Вы творческая натура, но пошли на техническую специальность – так надежнее. И во всех этих случаях, говорит страх, страх остаться без средств, без внимания, без уважения окружающих. Но как же найти себя, как не потеряться в этом мире? Представьте себе, что у вас навсегда решился финансовый вопрос. Вам больше не надо до конца своих дней думать о деньгах. Вопрос – чем вы займетесь по жизни? Понятно, вы сначала отдохнете, наберетесь сил как-то, немножко позволите себе выдохнуть, развлечься как-то, но потом это надоест, и вы чем-то займетесь. Чем? Вот ответ на этот вопрос – это ключ к исполнению вашего жизненного предназначения, ключ к нахождению вашего предназначения. Есть еще одна простая подсказка – ищите то, от чего на душе тепло. Кроме того, у каждого человека есть своя сверхспособность. Это то, что получается лучше всего. Сверхспособность – это внутренняя потребность человека. Со стороны многие люди могут воспринимать вашу сверхспособность как тяжелый труд, а вам она будет только в радость. Можно также вспомнить, к чему у вас была предрасположенность в детстве, когда восприятие мира было гораздо более незамутненным. Давайте прямо сейчас, после просмотра этого ролика, вы попробуете прислушаться к себе, а результат напишите в комментариях к видео. Если вы кинестетик, то лучше напишите на бумаге, какой жизнью вы хотите жить. Визуалам идеальную жизнь проще представить, аудиалам следует представить жизнь своей мечты, включив музыку. А теперь помечтайте, чему бы вы посвятили свое свободное время. Не надейтесь на память, запишите свои впечатления. А теперь напишите на бумаге, что вам мешает достичь того, чего вы хотите. Многие видят проблему и сдаются, даже не попробовав решить ее. Если вы научитесь решать проблемы, у вас все получится. Решайте задачу, а не проблему. И тогда проблема решится сама собой. Ну и, наконец, последняя отговорка. Мое время упущено, сейчас есть возможности только для молодых, говорят люди с опытом. Все хорошие места заняты, не хочу толкаться локтями, без опыта никуда не берут, говорят молодые. Желающие ищут возможности, не желающие причину, говорит народная мудрость. И вот вам 10 шагов, которые помогут изменить свою жизнь к лучшему прямо сейчас. Первое. Забейте в поисковую строку, как стать тем, кем вы хотите. Писателем, журналистом. Как самому построить дом с нуля и так далее. Это будет начало. Второе. Разберите цельные этапы, на маленькие шаги. Так вы быстрее и проще придете к цели. Не останавливайтесь без нужды. Дорогу осилит идущий, говорили мудрые люди. Третье. Создайте актуальную для вас мотивацию. Помощь друга, который будет постоянно напоминать о том, что вам необходимо сделать, пост в соцсетях, где вы обозначите дату, когда планируете решить вашу задачу. Если и это не помогает, посетите мотивационный тренинг. Четвертое. Избавьтесь от лишнего хлама. Это касается и вещей, и ненужных отношений, дел и так далее. Это откачивает вашу энергию, необходимую вам совсем для другого. Пятое. Не зацикливайтесь на результате. Иначе превратитесь в локомотив, в процесс, а не человека. Шестое. Научитесь видеть прекрасное во всем, что вас окружает. Красивая осень, бабочка на цветке, шум листвы, облака, улыбка любимого человека. Не лишайте себя ощущения полноты жизни. Седьмое. Ищите мотивирующие вас примеры. Это источник вашего вдохновения. Для начала вот несколько таких примеров. Дорис Лонг из Великобритании считается самой возрастной экстремалкой. И это в свои 99 лет миссис Лонг увлекается промышленным альпинизмом. Увлечение она открыла для себя в 85 лет. И за эти годы совершила множество благотворительных спусков. Ставила рекорды Гиннесса. Санья Сагитова, выйдя на пенсию, решила, что хочет путешествовать. Автостопом. В свои 69 она объехала 40 стран. Проехала практически по всем регионам России. Закончила курсы вождения. Врачи нашли у меня кучу болезней, признается Санья. Даже предлагали оформить инвалидность. Но какой из меня инвалид, если я езжу без остановки по всему миру? Когда в 51 год Анне Халприн, США, Кентфилд, поставили неизлечимый диагноз рак кишечника, придя домой, Анна взяла краски и нарисовала на большом холсте грозное абстрактное пятно. Так она представляла себе свою болезнь. А потом позвала друзей и исполнила перед этой картиной очень эмоциональный танец. Так она просила об исцелении. Как это неудивительно, рак был побежден. С тех пор Анна Халприн преподает другим людям простые вещи. Как слушать себя, как понимать свое тело. Сейчас ей 95. Она ежедневно проводит занятия, уроки танцев и семинары по раскрытию творческих способностей. Счастье требует бережного отношения. Питайте его, дайте ему время вырасти и окрепнуть, говорит Анна. Восьмое. Не бойтесь трудностей, они сделают вас еще сильнее. Комфорт – это источник вашего вдохновения, а преодоление трудностей – еще одна мощная мотивация. Девятое. Ни на кого не оглядывайтесь, у вас свой путь и пройдете вы его по-своему. Избавьтесь от оценочной зависимости и не забывайте, что часто оптимальный маршрут, который рисует логика, далеко не тот заветный путь, что приготовила вам судьба. Десятое. Все еще не уверены, что у вас все получится? Тогда еще один шаг. Как выбраться из Дня Сурка? Помните такой фильм? Герой проживал один и тот же день сотни и тысячи раз, пока не понял, что же на самом деле должен сделать. Многие скажут, что это фантастика, но так ли отличается жизнь большинства из нас от пресловутого Дня Сурка? В потоке дней и рутинных дел мы бежим, как белка в колесе и даже не успеваем головы поднять, чтобы подумать о своем здоровье, о том, чего мы действительно хотим, в чем находим свое счастье и смысл жизни, чего хочет наша душа и зачем мы вообще пришли в этот мир. Существует феномен перезагрузки жизни, которое случается после пробуждения ото сна. Главному герою Дня Сурка понадобилось 10 лет подряд проживать один и тот же день, чтобы наконец выбраться из временной петли. Но хочется ли вам тратить 10 лет жизни на поиск своего пути к счастью? Мы предлагаем сделать это всего за 4 дня. Уже 15 декабря начнется первый трансформационный тренинг «Пробуждение 2021», на котором мы поговорим о счастье и о том, как его найти, о своих истинных, сидящих глубоко внутри желаниях сердца и души, о своей духовности, совершим более 20 погружающих практик, освоим методики здоровья и долголетия, разберемся в правильном питании и очищении травами, узнаем, как наладить семейную жизнь и отношения со своим родом, найдем путь к его силе и отдохнем душой на практиках совместного пения. Для участия не нужно никаких QR-кодов и тестов, только желание души и намерение пробудить свою истинную природу и менять к лучшему свою жизнь. 7 преподавателей, 40 часов занятий и живого общения, чистый воздух в одном из лучших мест Подмосковья и возможность участия онлайн. Все это ждет вас на тренинге «Пробуждение 2021». Переходите по ссылке прямо сейчас и сделайте первый шаг к своему пробуждению уже в середине декабря. Ставьте палец вверх, если это видео вам понравилось, делитесь им с друзьями в соцсетях и мессенджерах, если вам не безразлично наше духовное наследие. И да пребудет с вами осознание.